У нас в гостях У меня зовут Владимир Иванов Работник завода Форд А специальность у вас какая? Специальность водитель погрузчика Хорошо Ну вот, Форд известен своими традициями Забастовочными в том числе Вот скажите, что сейчас с ним случилось? Как вам, сколько человек работает? На заводе сейчас Ну, работает порядка тысячи С небольшим человек Вот Ну, и идет такой процесс Коллективных Как это сказать Коллективные переговоры уже закончились Коллективный договор подписан То есть, вошли, конечно Многие пункты в протокол разногласий По окончанию переговоров В связи с чем Сейчас готовится проведение Конференции работников С тем, чтобы выходить на Коллективные трудовые споры И решать Значимые Вопросы По коллективному договору Которые не вошли уже в рамках Трудового спора О чем спор-то? Чем недовольны это тысячи работников? Ну, основное Чем тысячи работников Как правило, недовольны Это все-таки Повышение заработной платы Повышение недовольное? Повышение мне Да Я даже скажу, что Именно повышение мы недовольны Потому что работодатель Предложил Повысить в этом году Зарплату на Три с половиной процента Обуславливать тем, что Инфляция была два с половиной процента И он Хороший работодатель Еще процент кидает нам сверху В проекте коллективного договора У нас Этот пункт стоял Как инфляция плюс пять процентов Обосновано это было тем, что Предыдущие четыре года Инфляция работодателям Нам никак не покрывалась А если и покрывалась То значительно меньше Чем была реальная инфляция Поэтому мы Так сказать Как работники В тяжелое для завода время Терпели Ну и хотели бы сейчас Начать возвращать все эти вещи И Соответственно С кризисами И со всем остальным Реальное содержание людей Денежное Да То есть Положение финансовое Семей Работников Оно Здорово упало Но работодатель на это не пошел И в связи с этим Данный пункт Как основной Ушел именно в протокол Разногласий Понятно А какая Средняя зарплата В районе 50 тысяч В районе 50 тысяч То есть И вот взрослые Семейные люди На эту зарплату Вот как-то Живут И считают Ее даже и нормальной Ну раз живут Значит Ну раз живут Значит так Ну Зарплата Какая вот есть Как могут Так стараются Добиваться Повышений В рамках Нашего опять-таки Я с ними соглашусь Ну надеюсь Что когда-нибудь Рабочие поймут Что Ну только от них все зависит Только от самих Людей А как вот Это сделать Так как вот вы видите Пути Все-таки вот массу поднять Какие могут быть инструменты Ну Инструменты Это конечно же Наверное То что Объединение людей В профсоюзы Для того Чтобы Человек Или работник Сам по себе Не был Разнознен Да А все-таки Состоял В организации И Будучи То есть Видел поддержку Своих коллег Общение Ну и конечно же Это Постепенное И постоянное Самообразование И Как это сказать Ну не просто там В изучении Каких-то научных Трудов А вообще В целом То есть Разбираться В ситуации Смотреть Как это сказать На все вещи Не субъективно Со своей точки зрения Со своей колокольни Да То есть А подходить Объективно Больше Да То есть Вырабатывать Какие-то стратегии А что у вас С профсоюзным движением Сейчас на заводе Творится Ну Профсоюзный Ну Честно говоря На заводе Наверное Чуть-чуть Подугасает Скажем так Но В связи С коллективными Переговорами Конечно Многие Начинают Задаваться Вопросами О профсоюзе И так далее Но Притока Людей В профсоюзы Конечно Нет А как у вас Сколько у вас там Вы говорите Профсоюзы У нас На данный момент Заводит Два профсоюза Действующих Сколько людей Они Объединяют В сумме Порядка 500 Я думаю Людей То есть Где только Примерно Я не могу Точно сказать Около Правильных Работников Ну Чуть меньше Меньше Все таки Да То есть Даже объединившись Они не смогут Быть Намоченным Представителем Работников Без наделения Этими правами На какой-то конференции Потому что Они в сумме Не объединяют Более половины Работников Как раз На конференции На конференции По Представлению Работников Оба профсоюза Правомощны Потому что Конференция Избирается От работников От любого Работника Это понятно Это понятно Понятно То есть Конечно Конференция Может любой Орган Наделить Правами Представителя Работников Но Если бы Профсоюзы Объединяли В сумме Более Пятидесяти Членов Процентов Членов Коллектива Тогда бы Они могли бы Объединившись Просто стать Представителем Работников Работников Даже Не прося На Это Парномочий Без Конференции Да Конечно Была бы Такая Возможность Практика 2007 года Кажется Это Показала Если Я не Ошибаюсь А как Выстраиваются Сейчас Отношения Между Профсоюзами Они Доброжелательные Ну Последнее Время На мой Взгляд Это Хорошие Продуктивные Начались Отношения То есть И на мой Взгляд Они Доброжелательные То есть Были Всякие Нюансы Между Нами Я В них Скажем Так Честно Говоря Особо Не посвящался Особо Их Не знал Что Происходило Так как Сам Я Занимаюсь Профсоюзной Деятельностью Наверное Порядка Двух С половиной Лет И То есть Я Еще Скажем Так Довольно Молодой Активист И Наверное Еще Многих Нюансов Не знаю Кроме Повышения Заработной Платы Какие Еще Там Ключевые Требования Ключевые Требования У Нас Значит Там По Страховке ДМС Мы Хотели Видеть Этот Пункт Как Обязательство В коллективном Договоре А не Как Доброжелание Работодателя Просто Хочу Дам Не Хочу Не Дам Да То есть Хотели Зафиксировать Не Не Смогли Да То есть Договориться В этом Вопросе Также У Нас Сейчас Из Ключевых Моментов Есть Там Внутренние Небольшие Разногласия По Документу Обороту Скажем Так Между Сотрудниками И Администрации Да То есть Ну Там Больше Мы Не Смогли Тоже Договориться О Небольших Нюансах Которые Работодатель Увидел Сложности Да И Поэтому Не Пошел Навстречу Вот Что Еще Председателя У нас В этом Году Работодатель Скажем Так Решил Не Оплачивать Ему Полностью И Деятельность То есть Раньше Если Я не Ошибаюсь С Десятого Года У Председатель У Соседнего Профессоюза Освобожденный Вот В этом Году Они Решили Сделать Только Два Дня И Понимание Того Как Это Будет Какие Два Дня То есть А Зная Как Бывает Отношения С Администрацией То есть Все Это Было Сложное И Тоже Ушло Протокол Разногласий Так Сейчас Сразу Не Вспомнить Понятно А Вопросы Рабочего Времени С Со Снижением Объемов Производства И Длительными Вынужденными Отпусками Да В этом Году Мы Не Затрагивали Эти Вопросы В этом Году Мы Затрагивали Еще Важный Пункт Отпуск За Выслугу Лет Который У нас Был Практически С самого Начала Деятельности Завода Раньше Он Был В правилах Внутреннего Трудового Распорядка И Вот Этот Пункт Он У нас Не Ушел Протокол Он Кстати Остался Мы Смогли Договориться Но Только На Год К Сожалению И Поэтому Пришли К Выводу Что Так Как Это Тоже Один Из Ключевых Пунктов Мы Заключили Коллективный Договор Впервые На В частности По Обеспечению Загрузкой Работников Нет Я Не Припомню Именно В Коллективном Договоре Чтобы Может Похожее Может Нет Честно Говоря Обязательства По Загрузке Нет Там У нас Были По Ротации Работников То есть Когда Снижается Производство Чтобы Уйти От сокращения Скажем Так Работодатель Принимает Определенные Меры Высаживает Определенное Количество Работников Например На Простой И Мы Как Раз Говорили Чтобы Эти Работники Как То Могли Ротироваться Ну Там Тоже Много Нюансов Но Там Принятые Пункты В Большинстве Своем Отдано Это На Правомочия Работодателя Так Как У него Много Сложностей Вот С Этой Ротацией И так Далее То есть Ну Что-то Только В этом Вопросе Сохранения Не более Того Понятно Как Вот Работники Относятся К Учебе В частности Вот Учебе Политической Учебе Которая Может Помочь Им Отстаивать Свои Интересы Как Рабочих Честно Говоря То есть Наша Скажем Так Жизнь В данный Момент Наверное Настолько Загружает Людей Что Люди Не Видят Ну Хотя Интересы Наверное Особо Не Проявляют К Учебе То есть Тот Человек Который Если Говорить За всех Конечно Тяжело Есть Люди Которые Интересуются Каким То Образом Сами Может Быть Обучаются Да То То Читают Статьи Газеты И так Далее Да То То Организованно На Учебу Конечно По Большому Счету Идет Только Актив Профсоюзный Если Профсоюзом Организуется Учеба Обучение Как правило Там Присутствует В основном Актив А вот Слышали Про Красный Университет Про такой Там же Обучение Бесплатное Ну Честно Говоря То есть Нет Не слышал Ну Может Слышал Но Так же Наверное Как и Многие Не успел Придать Этому Значение И поставить Наверное Это В какую-то Колонку Того Что Надо Как следует Анализировать Просмотреть И Ну Отдать Этому Внимание Ладно Ладно Понятно Ну что ж то Желаем успеха На переговорах Конференции И Успешных Действий По Закреплению Своих требований В соответствующих Документах Спасибо Будем Будем делать Все Что мы можем Спасибо Спасибо